В Краснодарском крае началась операция тонировка. Данное мероприятие направлено на предотвращение эксплуатации автомашин, тонированных с нарушением требований технического регламента. Согласно действующему административному законодательству за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, в том числе покрытые прозрачными цветными пленками, цветопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, назначается штраф в размере 500 рублей. С помощью специального прибора инспекторы делают замеры, соответствуют ли тонированные окна допустимому пределу. В соответствии с указанием Главного управления внутреннего дела по Краснодарскому краю, на территории края и в частности Лобинского района с 22 по 24 августа проводятся рейдовые мероприятия. Цели данных мероприятий – это выявление транспортных средств, тонированных сверх нормы стеклами, которые не соответствуют требованиям технического регламента. Также выявление транспортных средств, на которых отсутствуют досудово-сторитационные знаки и пресечения нарушений, в частности управления транспортным средством с регистрационными знаками «Транзит». Для проведения данных мероприятий задействовано максимальное количество личного состава сотрудников ГАИ и ДПС. Созданы специальные группы, которые в частности нацелены именно на выявление данных видов административных нарушений. На территории Лобинского района профилактические мероприятия были начаты рано утром 22 августа. Только за сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали порядка 50 правонарушений. И чаще всего это несоответствие нормативов светопропускания автомобильных стекол. Согласно техническим регламентам о безопасности колесных транспортных средств установлено. Для ветрового стекла и передних боковых стекол автомобиля коэффициент светопропускания должен быть не менее 70%. Но у выявленных любителей затемнения эта цифра в десятки раз меньше. Водителям инспекторы предлагают устранить нарушения на месте, то есть удалить плёночное покрытие со стекол. Объясняя при этом, незаконная тонировка значительно ухудшает видимость и может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, особенно в тёмное время суток. За управление автомобилем, сонированными сверх нормы стеклами, предусмотрено запрещение эксплуатации транспортного средства со снятием государственных регистрационных знаков. Большинство водителей соглашаются с требованиями инспекторов и устраняют нарушения на месте, убрав плёнку с передних стёкол. Во время проведения рейдовых мероприятий мы напоминаем каждому участнику дорожного движения о том, что с 1 сентября 2013 года вступают поправки, изменения в административный кодекс. Некоторые статьи очень сильно ужесточаются, такие как тонировка, которая сейчас проходит, в данный момент у нас операция с 22 по 24 число, и ряд других статей. Все поправки, они на сайте в принципе выставлены, всё есть, так что убедительная просьба участникам дорожного движения изучить, ознакомиться и с 1 числа принять к сведению.